Чё как, ребятушки? Всех снова приветствую, Юрий Котт у микрофона, мы продолжаем играть в сабнатику и находимся мы сейчас с вами в главном изоляционном комплексе, непосредственно в аквариуме, где с нами здесь тусит вот этот вот морской император. Ну что, ребят, давайте, наверное, смотреть, что дальше здесь можно изучить, посмотреть. Нам необходимо разобраться с ферментами, инкубатор, вот он, вести инкубационные ферменты. Но, морской император ждёт нас возле телепорта, мы его тоже прекрасно помним из экспериментальной версии, собственно, и сейчас, наверное, он будет продолжать с нами взаимодействовать. Вот таким вот нехитрым образом сдувает он у нас песочек, всё красиво, всё просто замечательно. У нас есть с вами кубики, давайте, наверное, попробуем всё это дело вставить. Активируем ещё один телепорт, пятый, пятый телепортик, который ведёт дальше. И что, поговоришь ты со мной, да? Поговори со мной. Через проход, открытый тобой, мои дети, наконец, покинут это место. Но сперва они должны понять, что время пришло и освободиться от скорлупок. Это то, чего другие не могли добиться от меня силой. Тебе же я даю этот секрет добровольно. Вот, ребят, только сейчас мы получили с вами инкубационные ферменты, где они у нас с вами находятся. Где-то, наверное, внизу, в самом, нужно будет посмотреть, что для этого необходимо, передовые теории. Давайте почитаем, чё уж, опять много текста, ребят, от него мы деться никуда не можем. Пропускать я ничего не буду, потому что, ну, это будет нелогично, ребят. Мы же хотим, как бы, понимать, что в игре происходит. Следовательно, давайте всё читать. Жизненный цикл морского императора. Были использованы имеющиеся биологические данные, чтобы воспроизвести воздействие чужеродных бактерий на естественный жизненный цикл морского императора. Данные существа, вероятно, жили и передвигались небольшими местами в районе океанических желобов планеты и поднимались на поверхность кормиться огромными объёмами микроорганизмов на мелководье. Размер семьи сильно ограничивался доступным запасом пищи. Потомство, вероятно, отделялось в молодом возрасте, формируя собственные стаи в другом месте. Учитывая их малую популяцию, спаривание и откладывание яиц были, скорее всего, редки. Возможно, случались раз в жизни. Вероятно, вид имел предпочтительную среду для кладки яиц. На самом деле, от подобных условий могло зависеть успешное вылупление. Учитывая редкость данного события, невозможно точно рассчитать данные условия. Нет никаких доказательств подтверждения того, что все представители вида были невосприимчивы к чужеродной бактерии. Даже если это и так, то существуют доказательства того, что попадание бактерий нанесло огромный урон жизни на планете, что имело катастрофические последствия для кормовой базы императора и их выживаемости. Императоров и их выживаемости, вероятно, симбиотические отношения между данным видом и другими формами жизни выработались как прямой результат заражения бактерий. Те формы жизни, которые научились поддерживать императора в живых, выжили с его помощью. Этим можно объяснить обширные участки безжизненного океана примерно по периметру от места обитания императора. Ну, а чё же у нас-то по ферментам? Господи, где же они у нас могут с вами быть? Здесь точно их нет, но, в принципе, в изготовителе они по любасу у нас изготавливаются. Это как пить дать, но вопрос-то в чём за... А, слушайте, может быть нужно почитать это где-то здесь? Нет, ничего такого нет, ребят. А в чём же тогда у нас подвох? Наверняка где-то... Где-то... Так, вот они, инкубационные ферменты. И что мы с вами видим? Инкубационные ферменты, органическое вещество, получаемое из растений, встречаемых в природном месте гнездования императора, предназначены для запуска реакции вылупления. Я в правильном месте их искал, ребят, и мы их с вами нашли. Нам необходимы семена стеблеглаза, семена морского венца, образец грибочка, семена призрачной водоросли и образец клубня куста. И вот, судя по образцу клубня куста, он находится там, где вот эти вот куш, типа, синие такие большие светящиеся штуки. А вот семена морского венца, по-моему, я видел их где-то здесь. Ну что, ребят, давайте, наверное, искать. В принципе, туда-то мы пройти сможем. Я предлагаю сейчас всё это дело сохранить и пошкрябаться здесь по пещеркам, потому что венец, кажется, где-то здесь у нас с вами был. Или я что-то пропускаю. Ты у нас кто? Это пятнолистник. Он нам, конечно же, не нужен. О, слушайте, я Гарри только увидел. Гэри, вот так вот она правильно называется. Такс. Ну давайте искать. Слушайте, ферменты нам очень сильно необходимы. Я надеюсь, что где-то здесь мы их с вами и обнаружим. Ну хотя бы частично. Это у нас пещерный куст. Дальше ничего нет. Нужно как-то спуститься вниз в пещеру. Где-то здесь был такой проход. Это что у нас такое интересное тут растёт? Нифига, оно никак не отображается. Соответственно, это просто какая-то травка, которая особо и не должна нам быть интересна. Вон там что-то ещё есть. Давайте поглядим. Так, ты у нас кто? Пятнолистник. Сверток папируса. Вот что-то ещё растёт. Я понимаю, что большую часть я, конечно же, здесь не найду. Румяная колыбель. Лиловый кавалер. Это всё не нужно. Сверток папируса. Пятнолистник. Слушайте, а где же вот эти вот светящиеся были? Вот эта травка, кстати, она тоже никак не сканируется. Блин, нужно заплыть в пещеру. Там, где было темно, наверняка мы что-нибудь такое и найдём. А может быть и найдём. Пока что не знаю. Давайте ещё раз перепроверим. Так, семена призрачной водоросли. Образец грибочка. Семена стеблеглаза. Морской венец. Грибочки. Слушайте, а где же они у нас находятся? Такие. Я-то вот их находил. А, я их даже посадить хотел, ребят. Может быть придёт сейчас плыть к нашей базе и часть мы найдём там. Но вот морской венец. Да и морской венец у нас, кстати, там же растёт прямо в нашем аквариуме. Может быть мы не будем тогда задерживаться, а попытаемся отсюда свалить и найти это всё на нашей базе. Ну а почему нет, собственно, как вариант? Блин, у меня кислород типа заканчивается. Ну хорошо, спасибо тебе, морской император, за то, что подсказываешь нам, что делать дальше. Но я всё-таки хочу залезть в какую-нибудь пещеру и посмотреть, смогу ли я там найти. Важно понимать, можно ли найти вообще эти компоненты где-то здесь. Ну не все, а хотя бы частично. Кстати, вот ту оранжевую травку я ещё даже и не видел. Но в любом случае нам понадобится с вами экзокостюм. Именно при помощи него мы будем всё это искать. Сейчас немножечко кислородом мы здесь подправимся. И проверим, что это за жёлтая херня там. Он там вот растёт где-то вдалеке. Так, пока хорош. Что ты у нас такое? Это какой-то укроп подводный, ребят. Это просто какой-то, мать его, укроп. Хочется быстрее передвигаться, но быстрее не получается. Так, давай вот здесь ещё немножечко глотнём. Можно выключить, в принципе, всё. Так, хорошо. Этого достаточно. Давайте отправляться. Вот видите, кабель, провод, труба заходит сюда в пещеру. Именно сюда нам и нужно. Я надеюсь, что мы всё-таки что-то здесь найдём. Перо гейба. Но это точно не то, что нам нужно. Лиловый кавалер. Вот, слушайте, вот он этот венец. Давайте мы его подобываем. Иди сюда. Так, морской венец у нас имеется. Да, видите, он отобразился зелёным. Теперь нам необходимы ещё четыре компонента. Семена стеблеглаза, образец грибочка. Семена призрачной водоросли, образец клубня куста. Но, блин. Это, слушайте, это прям геморно всё искать. Наверное, точно не здесь. Хотя, ну почему, собственно говоря, и нет? Раз уж мы тут плаваем, может быть, мы что-то здесь и найдём. Так, это у нас лиловый кавалер. Тут ничего нет. Вот, слушайте, но... Наверное, всё-таки нужно отсюда сваливать. Хорошо, ребят, пропускать я пока ничего не буду. Скажете, как всегда, что я затягиваю серию. Но, блин, мы же должны понимать, где это всё находить без читов, без консольных команд. Поэтому, наверное, будем искать. Давайте идти всё-таки к нашему экзокостюму. Сейчас попробуем пробраться в один из телепортов. Вот этот вот центральный телепорт, он ведёт к непосредственно энергетическому следу, импульсу. Это пушка, которая находится на пиковом, на горном острове. Но нам нужно не туда. Я уверен, что мы ещё сможем найти какой-нибудь... Ой, ну даже не знаю. Какой-нибудь, может быть, тайничок ещё один. А может быть и не найдём. Вот очень плохо, что я не взял с собой скрижалей, да? Я же не взял их с собой. И в экзокостюме их тоже нет. Вот это будет хохма. Придётся ребят потом, наверное, всё-таки ставить на паузу и с этим ничего не поделать. Ладно, давайте меньше текста, будем куда-то пробираться. Значит, заходим в наш экзокостюм. Идём сначала налево. Вот в этот телепорт, в первый. Там у нас остаётся телепорт, который между этажами телепортирует. Ну, типа лифт, так называемый, да? Будем его называть лифт-телепорт. Условно. Так, проходим. Здесь, наверное, ребят, мы с вами сохраняемся. И проходим, собственно говоря, дальше. Сейчас будем... Будем искать! Будем искать то, что нам нужно. Осталось 4... 4 зёрнышка найти. 4 семочки. Частички. Для того, чтобы активировать эту штуку. Такс. Слушайте, по-моему, это как раз то место, где мы сможем найти с вами призрачную водоросль. Но... Смогу ли я? Блин, я вот, наверное, бы оставил всё-таки здесь экзокостюм. Вряд ли я здесь найду какой-нибудь коралл. Так. А чё ты сел? О-о-о, слушайте. А, подождите. Всё правильно. Тут же нет воды. Я почему-то подумал, что здесь есть вода. Это у нас амоб... Амёб... Амёбайт. Или амёбоид. Как-то так он называется. И дышать я здесь, кстати, могу. Поэтому не обязательно здесь ходить при помощи экзокостюма. В принципе, норм. Так. Ну, давайте попробуем выбраться отсюда. Я надеюсь, что частично я тут что-нибудь найду. Вот у нас водичка здесь начинается. Ох, какое это злое место, ребят. Вот здесь будет очень опасно нам. Здесь нам будет очень опасно. Давайте я, наверное, всё-таки сохранюсь. Чуть-чуть. Какого хера ты так подвисла? Возьмём наш глайдер. О-о-о-о! Вот, прости меня. Прости, дружище. Я не хочу. Я не хочу. Иди нахер отсюда. Очень. Очень жуткое место, ребят. А где же у нас, может быть, эта самая призрачная водоросль? Как же всё сложно-то, а? Так, смотрим, как она выглядит. Стебли глаз. Семена призрачной водоросли. Образец клубни кустика. Знаете что? Вот тут всё-таки, наверное, придёт сплыть нам непосредственно при помощи нашего экзокостюма. Я вообще не уверен, что я смогу здесь что-то найти. Нужно, видимо, пробираться куда-то подальше прям. Потому что здесь, ну, очень опасно. Видите? Вот этого круглого дерьма здесь просто завалить. А вот того, что нужно, его как бы и нет. Слушайте, а может быть пойти сразу в другую какую-нибудь часть? Ну, это точно не водоросль. Место, конечно, прикольное, атмосферное. Но чё-то мне здесь, ну, очень не нравится. У-у-у. У-у-у. А, нашёл, ребят, нашёл. Всё красиво. Ох, какие вы огромные, ёпта. Иди сюда. Чё, забрали, что ли? Смотрим. А куда она исчезла-то, а? Так хорошо валялась. Он чё, дохлый, блядь? Ой, ребят, у нас половина. Половина. Ладно. Ладно, я понял. Нужно отсюда сваливать. Короче, да, призрачная водоросль у нас есть прям здесь. Нас правильно с вами направили? Я слышу, что ты где-то сзади идёшь. Я только вот так вот сделаю немножко совсем. Блин, ну придётся, придётся сюда выходить и искать, смотреть в оба. Наверняка есть где-то и поближе эти самые призрачные водоросли. Я очень на это надеюсь. Сейчас только кислорода немножечко глотнём. Будем, будем дальше продолжать наши поиски. Вытаскивать сюда экзокостюм. Ребят, я тут застряну и... Это будет, ну, очень грустно. Так, стоим. Чё, ты сюда плывёшь, что ли, да? Так, всё хорошо, ребят. Продолжаем, продолжаем наши поиски. Главное не сдохнуть. Это всё, что от нас требуется. А с таким ублюдком, который здесь плавает, это будет крайне сложно. Где же тебя найти-то, а? Ну, пожалуйста, давай быстрее. У нас так мало времени. Вижу! Я вижу, ребят. Я вижу то, что нам необходимо. Добыли. О, тихо, 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 тихо. Плыви, 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 плыви. Я знаю, что ты хочешь меня сожрать. Здесь, ребят, нам больше делать нечего. Просто сваливаем отсюда. Вот эту штуку, кстати, наверное, можно пожрать, да? Давайте заберём. Чё уж, просто пропадать добру валяется. Смотрите, прям по дорожкам из них пойдём. Я знаю, что их можно точить. Я знаю, что их можно точить. Идеально. Давай, не застревай. Я знаю, что у тебя жопа жирная. Всё хорошо. Прошли, ребят, прошли. Так, что мы имеем? Да, семена призрачные водоросли у нас в кармане. Это просто замечательно. Семена морского венца. Ну, типа, такое себе удовольствие. Проделаем вот такой вот финт ушами. Блин, оно всё большое какое-то. Придётся, наверное, складывать куда-нибудь в экзокостюм. Я на всякий случай по две всего буду брать. У нас морского венца две штуки. Но, блин, всё равно как-то вот неприятненько, что ли. Хотелось бы, чтобы ещё не забаговался телепорт, потому что я смогу... Ну, были такие моменты, когда мы застревали, значит, на нём. Так, заходим. И возвращаемся обратно. Слушайте, ну удобно. Удобно, что всё рядом находится, недалеко от этих самых телепортов. Проходим. Нам остаётся найти три компонента. Это больше половины. Это 60%. Но, тем не менее, у нас пока всё получается. Первую мы нашли прямо там в аквариуме. Вторую нашли в первом телепорте. Сейчас будем искать и все остальные тоже. В принципе, норм. Так, выходим отсюда. Вот здесь вот прыжочек, мой дружочек. Хорошо. Отличные двери. Мне нравятся разработчики. Молодцы. Всё правильно сделали. Да, видите, получается, что четыре телепорта, четыре травки. И последний телепорт, он как бы выводит нас вообще отсюда полностью. Непосредственно к пушке. И что будет происходить дальше, я не буду говорить. Но те, кто следит за каналом, они как бы уже в курсе. Понятное дело, что я забегаю вперёд немножечко, чуть-чуть. Как бы пытаюсь прокрутить в памяти то, что мы здесь с вами уже делали. Какие попытки предпринимали. Но не всё. Не всё договариваю. Это важно. Такс. Давай. Идеально. И здесь у нас тоже, собственно, земля. Да? И что, ты будешь на меня нападать? Слушай, а буром тебя забурить можно? О-хо-хо! Как хорошо! Он что, по мне пополз, что ли? Спокойно. Не нужно тебе больше ничего делать, дружище. Так, ну и что мы здесь имеем? Взять розово-чипец. Пятнистый погремок. Что это за локации? Что мы тут сможем найти? Вопрос, конечно же, на миллион. Предлагаю сохраниться, естественно. При сохранении, ребят, всё у нас подвисает. Вспоминаем, что нам необходимо найти. Семена стеблеглаза, образец грибочка, образец клубния куста. Слушайте, по-моему, первая и последняя находятся где-то вообще в одном месте. Так, тихо. Спокойно. Пятнистый погремок. Что у нас тут? Гриб! Вот, слушайте, прям как из сказки какой-то. Грибочки здесь так прорисованы. Прикольно. Да, помните там сказки про красную шапочку какую-нибудь или что-то в этом роде. Так, ну где мы с вами находимся? Что это за место и какого хера здесь так темно? 286 метров. Я могу взять... Да, слушайте, мы нашли! Нашли прям сразу стеблеглаз. Опа, пули. Слушайте, ну, по-моему... Еще один мы найдем тоже где-то здесь. Но это как бы не факт. Давайте перепроверим. У нас есть семена стеблеглаза. Образец клубния куста. Наверное, находится в куш зона. И здесь, наверное, больше нечего делать. Если моя теория верна, то есть один телепорт это одна травка, значит нам нужно уже отсюда как бы убираться. Собственно, давайте, наверное, так и сделаем. Уходим. Главное не потеряться. Не потерять, где это все находится. Прикольные места. Удивительно красиво. Так, тут и живые, смотрите, роботы. Живут вместе с живыми представителями. По похожести они похожи, эти крабообразные чуваки. И роботизированные, и живые, из плоти и крови. Они тоже типа тусуют вместе. Так, ну, собственно, в прыжке вот так вот сделаем, как тигр, бросающийся на свою жертву. И выходим. Идем сейчас в следующее крыло. Остается 40% найти. Получается два ингредиента. Неплохо. Пока, ребят, все получается. Честно говоря, я думал, что эта серия будет, ну, прям потной-потной. В том плане, что придется искать очень долго все эти штуки. Даже несмотря на то, что и существуют телепорты. Представьте, сколько было бы гемора выбираться отсюда на экзокостюме, до циклопа, с циклопа, потом на циклопе выбираться на поверхность, посещать все эти биомы, искать непонятно где эти семена. Но разработчики позаботились об этом. Это радует. Это прям вот пятерочка. Пять из десяти. Из трех. Ладно, пять из пяти. Так, типа, понятней хотя бы будет. Ну что, прыгаем дальше. Идеально. Энергии у нас, смотрите, просто предостаточно. 99, а целостность 95%. Температура 15 градусов по Цельсию. Главное не расхерачить все это место. Так, еще один телепорт, еще одна травка. Выходим. Берем, наверное, хуанарь. Ну и что, нам только на выход нужно. Здесь-то ничего не растет. Понимаете, в чем дело? Предлагаю сохраниться. Потому что места такие лютые-прилютые. И лагают очень сильно. По-моему, это то место, где мы на мотыльке с вами заплывали. Так, ну что? Просто замечательно. Тихо, тихо, тихо. Просто замечательно. И что мы здесь можем найти? Что нам вообще нужно найти? Давайте разбираться. Значит, грибочек и образец клубня куста. Наверное, здесь будут грибы. Но это не точно. О, слушайте. Я сейчас как потеряюсь. И будет нам тут тру-ла-ла, в общем-то. Ага, вот они, грибы, ребят. Вот они, наши грибочки. Слушайте, прям быстро все так находим, да? Древесный гриб. Опа, пули. Все ли у нас помещается там в инвентарь? Вот эту штуку, наверное... Ага, смотрите, не влезло. Значит, выбрасываем вот эту тему. Еще разочек. Смотрим. А, они маленькие, просто совсем малюсенькие. Ладно, пусть парочка у нас будет. Давайте, наверное, отсюда потихоньку возвращаться. Знаете, в чем проблема? Я уже потерялся. Я уже, ребят, потерялся. Вот никогда не теряйтесь. Здесь, кстати, помог бы нам вот этот вот путеводитель. Инструмент исследователя. Но я им не буду пользоваться, потому что... Потому что времени очень мало, некогда им пользоваться. Я не знаю, чем думали разработчики. Сделали бы хотя бы, чтобы баллоны стакались. Тогда бы можно было бы. Хотя это было все равно недалеко. Приятно. Приятно, что мы можем дальше продолжать жить, дышать, исследовать этот мир. Так, уходим. И остается всего один. И это, наверное, будет куш. Почему-то я вижу по строению растения, что это будет куш. Знаете, у каждых биомов есть что-то похожее. По растениям, по всем вот этим вот штукам. А? Щекочушки-щекочушки-щекочушки, а? 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 Вот так. Нравится тебе? Нравится? Щекочушки. Нормально. Защекотали до смерти бедного паучка. Металлического. Или из чего он там, блядь, сделан, я не знаю. Так. Ну и остается последнее. Остается, ребят, последнее. Хорошо. А где же его крафтить-то тогда? Может быть, придется куда-то выбираться потом? При помощи... Как нахера я сюда зашел? При помощи глайдера плыть на базу, может быть, какую-нибудь. Но это будет как бы нетрудно. Это я смогу сделать. Так, мне вот сюда нужно идти, правильно? Да. Все верно, Юрец. Главное не теряться. Здесь мы сделаем прыжочек. Че, блядь, застрял что ли? Ладно, я понял. Будем ходить как люди, нормально. По рампам, по лестницам. Сказали, что боком он, типа, быстрее передвигается. Знаете, что-то я как-то не проследил. А ну, давайте пробовать. Да ну, куда он быстрее перебирается? Ну, перебирается боком, как говнище какое-то, ребят. Ну, не говорите ерунды, серьезно. Может быть, это мой экзокостюм какой-то багованный. Но он передвигается нормально передом. Наверное, знаете че? Многие ребятки зациклились на том, что, типа, краб сам по себе. Ну, наш же экзокостюм теперь называется краб. Он передвигается бочком. И поэтому многие решили, что боком он будет реально быстрее передвигаться. Нихера подобного. Ничего такого не происходит. Так, выходим. Ты у нас садишься. Я открываю хранилище. Запихиваю сюда ионные кубики. Ячейки, батарейки. Аптечки, в принципе, не нужны. Вот эту штуку закинем. Пропульсионную пушку. Вода. Воды мы, конечно же, попьем. Все. В принципе, у нас есть по слотам, куда все это дело пихать. И нам остается найти только один компонент. Образец клубни-акустика. Погнали. Займемся делом. Че это такое светится? Ой, прикольно, слушайте. Взяли, зарыли, типа, в грунт. Нормалды. Так. Хуанарь. О, а че это ты тут делаешь? Какого хера? Слушайте, она застряла. Здесь же нет воды. Она не должна здесь плавать. Иди в жопень. Не вздумай трогать мой экзокостюм. Я слежу за тобой, понятно? Так, ну это не то, что нам нужно. Клубня-куст. Слушайте, а может быть это вот это вот... Где? Че? Че, че, че? Может быть это и есть вот эта херня? Клубня-куст. Я его добыл. Все отлично. Просто идеально, ребят. Че, че, че происходит? Со мной говорят. А, это, блядь, гипнотизер. Вали отсюда. Я думал, император. Нифига, это гипнотизер. Я такой уже хотел было отдаться им в лапы на съедение. Нет, меня так просто не проведешь. Не проведешь. Иди отсюда, сволочь. Пугаешь тут людей нормальных. Ну или не очень. Не важно. Просто пугаешь всех. Так, ну что, давайте глядеть. У нас, ребят, все есть. Органическое вещество, получаемое из растений, встречаемое в природном месте гнездования императора. Предназначено для запуска реакции улюбления. Хорошо. Все это просто обосраться как классно. Давайте мы, наверное, с вами вернемся. И че, наверное, будем глайдером пользоваться, чтобы до ближайшей базы доплыть. Других вариантов я как бы не вижу. У нас там есть, кстати, и транспортная платформа, транспортный изготовитель. Скорее всего, именно туда мы с вами и вернемся. Циклоп, правда, жалко. Его нужно будет как-то забрать потом. Но может быть мы это сделаем попозже, как-то на отдельной серии. Или вы этого уже не увидите. Потому что циклоп-то как бы нафиг нам уже больше не нужен. Я бы изготовитель прям даже где-то здесь построил бы. Слушайте, а может быть... Че нам там? Титан нужен был вроде бы, да? У нас всего этого все равно нет. Давайте оставлять, наверное, здесь наш экзокостюм. Сваливаем, собственно, в бассейн. Или на нем свалить. Он же нам не нужен больше, да? Ни для чего. Давайте на нем свалим. Это будет наш источник... Кислорода, типа. Но почему, собственно говоря, и нет? Уи-и-и! Хорошо летим! Просто идеально. Так, ну еще ниже телепорт у нас находится по другую сторону. Именно туда мне, наверное, и нужно будет пройти. Ребят, давайте мы поступим с вами, наверное, следующим образом. Во-первых, когда я пойду на нашу базу. База номер 1, которая находится недалеко от спасательной капсулы номер 5. Там у нас с вами имеется что? Правильно. Там есть еще пара бутылочек воды. Там мы с вами подкушаемся немножко. И, наверное, я не буду показывать тот момент, когда я туда буду плыть. Я оставлю где-то здесь экзокостюм. Добираться на нем я все равно буду дольше, чем просто при помощи обычного глайдера. В общем, сейчас телепортируемся. Я, наверное, поставлю на паузу, чтобы вы, ну, особо там не переживали по поводу того, что я вот показываю всякую муру. Давайте просканируем. Мы что-то не сканировали арку аквариума. Ну, для доп. информации, как говорится, да? Ай, че ж так все плохо видно. Арка аквариума. Сканирование показало, что эта арка не активна с тех пор, как комплекс был заброшен. Вероятно, она служила точкой доступа на поверхность планеты. Она слишком мала, чтобы пропустить императора, но организмы меньшего размера могут пройти. Окей. Че так тухнет. Тухнет наш император с вами. Ну, давайте заходить. В общем, момент того, как я мотаюсь на базу. Я его пропущу. Мы скрафтим с вами ферменты. Возьмем с собой немножечко воды. Вернемся. И продолжим, наверное, уже, ребят, непосредственно в этом аквариуме наше ковыряние с вами. Потому что, ну, кому это интересно, это уже было, как бы, и все в таком же духе. Значит, вот она пушка, ребят. Вот он наш глайдер. 55% нам хватит, чтобы дотянуть. Сейчас включим отображение базы. Она и так отображается. 1800 метров. В общем, увидимся снова потом в аквариуме. Мне нужен изготовитель. Я мог бы его сделать прямо в аквариуме, между прочим. Но у меня просто нет материалов идти до циклопа. Там что-то осталось, конечно. Можно замутить какую-нибудь многоцелевую комнату. Я не хочу этого делать. Мне так проще, друзья. Поэтому увидимся уже в аквариуме. Так, ну что, ребятушки. В доказательство того, что я, собственно, плейл и никого не обманывал. Хотя, в принципе, не обязан этого делать. Я реально при помощи глайдера дошкандыбал до нашей базы. Сейчас мы отсюда выйдем, скрафтим то, что нам необходимо. Немножечко покушаем. И обратный путь, конечно же, я тоже показывать, наверное, не буду. Я для чего это делаю? Потому что на канал подписываются периодически новые люди, зрители. И, естественно, кто-то, наверное, захотел бы увидеть базу. Почему я так думаю? Я просто знаю. Просто на стриме есть. Были новые люди, которые хотели, чтобы я показал им первую базу, вторую базу. Или вообще все базы, которые мы здесь строили. Дополнительные материалы. Делаем инкубационные ферменты. У нас с вами освобождается инвентарь, благодаря чему мы сможем сейчас с вами намутить различных вкусняшечек. Вот такая вот колбочка. Значит, что я могу тут еще посмотреть и сделать? Ну, в принципе, наверное, больше мне здесь ничего как будто бы и не нужно. Давайте, наверное, пожрем совсем чуть-чуть. Делаем вот так. Здесь у нас есть картофель. Есть у нас дыня. Все остальное мы сможем с вами посадить. Одну мраморную дыньку еще съедим. Заберем водичку. Хорошо. Вот это все вот так вот забираем. Пусть водичка дальше у нас изготавливается. Аквариум, ребят. Сейчас покажу только тем, кто не видел. Собственно, вот у нас аквариум. Там у нас плавают милые рыбы. Там у нас кальмара, краб, плавовые ящерицы. Собственно, костяная акула есть. Ну, такая вот красотень. Здесь висят вот такие вот постерочки, отсылочки из разных игр. Это мы все делали на одном из стримов. Ну, на самом первом стриме в этом, собственно, сезоне получается, да? Второе прохождение. Ну что, ребят, здесь нам больше делать нечего. Вон, кстати, наш венец растет. Видите, вон там все красиво, все хорошо. Водичку забрали. Ферменты с вами скрафтили. Отправляемся назад для того, чтобы знать, как это все работает. В принципе, можно всплыть как бы и посмотреть, ориентироваться по Авроре. Аврорка у нас вон там, а плыть нам нужно вон туда, к этому самому облаку. Туману, типа, который покрывает этот остров. Ну, все, ребят, я отправляюсь. Увидимся уже непосредственно в аквариуме. И там будем освобождать. Там будем освобождать. Так, ребятушки, подгребаем потихонечку мы к телепорту. Я надеюсь, он телепортирует нас обратно в аквариум с морским императором. Дело в том, что, ну, я не очень-то доверяю, как бы, да, еще нестабильным версиям. Но нам необходимо пробовать. Других вариантов просто у нас нет. Они отсутствуют. Ферменты у нас, еда у нас, вода у нас, с кислородом все хорошо. Сейчас будем вызволять морских детенышей, детенышей морского императора из их скорлупок. Вот уже просто император тут стоит, чахнет, что-то хочет. Давайте не будем, наверное, затягивать надолго. Посмотрим, что из этого получится. Идеально. Так, ну что, где у нас тут дыхательный, спасательный коралл? Ай, какие милашки тут прям поволуплялись. Смотрите, как хорошо. Какие они милахи прям. Можно пощекотушничать их даже чуть-чуть. Или нет? Так, хорошо. Могу ли я что-то просканировать? Скорлупки просканировать не могу. Давайте попробую просканировать кого-нибудь из мальков. Детеныш морского императора. Иди сюда, иди сюда. Не стесняйся. Видите, они все подгребают сейчас к своему родителю. А я не могу, да? Ладно, они будут плыть обратно. Давай, 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 давай. Ну давай, что с тобой не так? Все идет не по плану. Детеныш морского императора. Молодая особь императора производит высокоэффективную форму фермента 42, которая способна полностью излечить организма чужеродной бактерии. Мои дети плывут к мелким водам. Спасибо тебе. Их свобода – это мой конец. Интересно, каково это? Заснуть и никогда больше не просыпаться. Быть может, нашу следующую встречу я буду течением в океане, что несет семена в новые земли. Или существом столь малым, что видит между песчинками целые пропасти. Прощай, друг. Окей. Видите, ребят, вот такие штучки. Оно изрыгает. Прикоснуться к ферменту 42 мы можем это сделать. Нужно только понять, смогу ли я это сделать непосредственно уже на той стороне. И посмотрим заодно, что будет происходить с морским императором сейчас. Сейчас ферменты, вот они, поставались. Их здесь очень много. В принципе, все достаточно неплохо. Все идет пока по сюжету, ребят. Но, увы и ах, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Но скоро продолжается, потому что сюжет недопилен. Но вот-вот должны подвести. Давайте дочитаем то, что все-таки я не дочитал. Молодая особь императора производит высокоэффективную форму фермента 42, которая способна полностью излечить организма чужеродной бактерии. Данный вид вылупляется относительно полностью сформированным и независимым, что, возможно, означает, что детеныши должны сами заботиться о себе после того, как вылупились вдали от родителей. Данная особь здоровая и проявляет признаки жизнерадостного настроя. Значит, что мы можем сделать? Мы можем сделать самосканирование. Вот таким вот нехитрым образом. И я типа заражен. Сейчас мы, значит, выплывем, наверное, вслед за ними. И сделаем это при помощи экзокостюма Кра, потому что здесь нам ловить как бы больше нечего. Морской император паник, расстроился его, все бросили. Знаете, как дети вырастают? Типа от родителей своих уходят на, собственно, на вольные хлеба, как говорится. И все, родители доживают старость. Не все, конечно, родители, дети бросают своих родителей, но все равно. Дети растут, появляются свои заботы, появляются свои дела. Очень часто распространенная практика, наверное, везде. Даже не практика, а явление, как бы грустно это ни звучало. Так, ну что, ребят, выходим. Вот они наши морские императоры. Пока что молодые, неотесанные, как говорится. Давайте прикоснемся к ферменту 42 и посмотрим, как это все будет работать. Ох, как прикольно реализовали. Смотрите, его еще раз изменили. Последнюю, что мы смотрели в экспериментале, было без вот такой вот вибрации. Было просто... Или его вообще изменили? Как-то он больше стал, что ли, золотистым. Ну все, ребят, мы типа вылечились. Насколько я понимаю, у нас нет с вами теперь никакой болезни. Открыто достижение. Optimal health, наверное... Ну, я не знаю, английский язык не мой язык. Нужно когда-то начинать учить. Но получили мы с вами достижение. Что мы можем сделать? Мы можем посмотреть сейчас на свои грабульки. Посмотреть, все ли у нас в порядке с руками. Возьмем сейчас... Смотрите, с руками все в порядке. Я сейчас произвожу самосканирование. Самосканирование завершено. Жизненные показатели в норме. Признаков бактериальной инфекции не осталось. Ну что, это прям замечательно, но нам нужно отключать нашу пушку. Почему, собственно говоря, и нет. Мы попробуем сейчас это проделать. Незачем больше нам молодые морские императоры. Мы сейчас заберемся вовнутрь. И попробуем отключить пушенцию. Надеюсь, что у нас с вами все получится. Такс, давай, поднимайся. Идеально. Тихо, тихо, тихо. Главное, не разбивайся. Нам нужно просто наверх пойти, да? Значит, оставим его, наверное, здесь. Смысла идти на нем как бы наверх прям на самый нет. Открыто для достижения еще одно. Ensign Technologies. Technologies, наверное, как-то так это все звучит. Не закидывайте меня гнилыми помидорами за мой English. Он просто, блядь, идеальный, я знаю. Так, проходим вперед. Досяк прям много поприлетало, кстати. В стимовских имеется в виду. Когда их только добавили, сразу, по-моему, штук 6 прилетело. Или больше. Я не считал, но их много прям вот повысвечивалось. Так, ну что, собственно, давайте проведем еще раз самосканирование. Все в норме, ребят. Взаимодействуем. Смотрим, как это все работает. Надеюсь, мы сможем отключить эту сраную пушку, которая помешает нам на ракете покинуть эту планету 45-46Б. Как это было больно, наверное. Так, видите, немножко другая анимация. И пошло дело, друзья. Пошло дело. Отключается пушка. Выключается свет. Электричество. Сопровождается это все вот таким вот звуком. Воу. Крутяк, да? Тихо. Идеально. Просто, мать его, идеально. Давайте возвращаться. Имеет смысл посмотреть сейчас, ребят, на пушку. Как она у нас выглядит. Я оставлю где-то здесь наш экзокостюм. Возьму глайдер. Мы всплывем. Значит, пушка у нас тоже поникла. Точно так же, как и морской император. Дула опустилась в воду. Немножечко его даже видно, как оно просвечивается здесь, собственно. И ну как-то вот так, ребят, все это выглядит. Пушка отключена. Казалось бы, можно брать, строить ракету. И у нас есть с вами все чертежи. Вероятнее всего, что они не будут доступны все абсолютно в нашем изготовителе транспорта. Но я думаю, что нам необходимо попробовать это проверить. Поэтому, ребят, я отправляюсь сейчас домой на нашу базу. Вон они, наши бегуночки. 1770 метров туда идти. Надеюсь, что... Слушайте, а вот есть теория о том, что стражи, типа вот эти варперы, они не будут нас трогать после того, как мы вылечимся. То есть, получается, вот эта вот боевая единица, который страж, который варпер, который КТ, сокращенно аббревиатура, они нас не будут трогать после того, как мы вылечиваемся. Но я проверять это не буду. Это уже, ребят, как-то сами, наверное, или, может быть, вы где-то уже это видели. Мы сейчас будем с вами отсюда уходить. Уходить по острову и встретимся мы, наверное, знаете уже где. На базе, там, где попробуем построить эту самую ракету. Было несколько обновлений. Сейчас мы посмотрим. Может быть, что-то и открыли. Я пока не знаю. Пока. А вот давайте проверим. Смотрите. Вот он ходит. Вот и проверили. Наверное. Ничего он от нас, короче, не хочет. Ребят, выбираемся. Значит, при помощи экзокостюма я сейчас дошагаю уже до нашей базы. И там будет последний рывок в этом сезоне. Попробуем построить, ну, может быть, хотя бы платформу. Если не построится, ребят, тогда будем ждать обнову. В общем, увидимся уже на базе. Ну что, ребятушки. Наш экзокостюмчик Ра припаркован сейчас в стыковочной шахте. Я только что поискал недостающие нам ресурсы. Давайте попробуем все это скрафтить и заодно напомнить, что нам здесь необходимо. Пусковая платформа Нептуна. Титановый слиток, две штучки. У нас уже есть свиньца. Было у нас три. Четвертый я только что нашел при помощи комнаты сканирования из залежей песчаника. И нам необходимо скрафтить с вами компьютерную микросхему. Я все ингредиенты, в принципе, тоже для этого добыл. Мы можем себе позволить это сделать. Но для начала нужно замутить медный проводочек. Медный провод у нас изготавливается. Компьютерная микросхема у нас теперь имеется, друзья. Сейчас переходим непосредственно опять, чтобы все проверить. Два титановых слитка, компьютерная микросхема, свинец четыре штуки. Идемте попробуем. Темновато, правда, немножечко. Ночь у нас тут. Но я думаю, что если что-то скрафтится, то что-то скрафтится. Если не скрафтится, тут уж, как говорится, на нет. И сюда, собственно, нет. Где находится наша платформа? Нифига не видно. Где-то рядом она должна тут быть. И да, я ее нашел. Погнали сейчас к ней. Попробуем с ней повзаимодействовать. Так, для справки, я уже много раз об этом говорил на стримах. Здесь изменили интерфейс. Естественно, тоже, кто не видел сейчас, обязательно это все увидит. Давайте глядеть. Значит, здесь в транспорте у нас находится с вами мотыльчик, циклопчик и костюм Краб. Спасательная ракета Нептун у нас находится отдельным вот таким вот, отдельной иконочкой. Значит, если серая иконка, это значит, что нам не хватает компонентов, ингредиентов, ископаемых ресурсов, как хотите так и называть, для того, чтобы скрафтить. Если подсвечивается синеньким, это значит, что у нас все с вами в шоколаде. Давайте изготовим. Невозможно построить здесь. Должно быть построено глубже. Да, говно вопрос. Сейчас мы тебя заберем. Что, неужели действительно можно это все сделать? Как бы тебя так собрать? Собрать, чтобы... Давайте, соберем и пойдем куда-нибудь глубже. Замутим ее, поставим. Слушайте, но это уже как бы что-то новенькое. Это прям как бы уже что-то новенькое. Дело в том, что раньше не было такого уведомления. Что, вот здесь, наверное, построим? Почему, собственно говоря, и нет? Сейчас поставим, наверное, на первый слот. Есть у нас такая штука. Замутим ее где-то вот здесь. Сейчас попробуем подняться. Слушайте, очень хочется, чтобы эта платформа у нас все-таки получилась. Получится или нет, не знаю. Но это действительно что-то новенькое. Спасательная ракета, пусковая платформа. Невозможно построить здесь. Должно быть построено глубже. Да куда ж, епта, глубже еще? Нужно тебя... Слушайте, мне кажется, разработчики над нами типа издеваются. Не хотят, чтобы... Чтобы мы такие оплавали нахер весь океан. И... Ну куда? Что? Где? Слушай, может быть она вообще такая огромная, что... Нужно прям, я не знаю. Я не знаю, что для нее нужно. Но будем сейчас с вами разбираться. Ладно, я отплыву туда, где вообще нет нихера дна. Вот, например, отличное место для сооружения этого ракета, которая. И платформа это первое, что нам нужно. Неужели она настолько больших размеров, что нам нужно как-то прям вот, прям выбирать. Ребят, ну если здесь она уже не построится, тогда я не знаю, где она может построиться. Я вот даже специально отплыву сейчас от вот этих говнюков, которые издают вот такие вот страшные атмосферные звуки. Потому что они могут нам помешать. Ну то есть игрушка, типа, может подумать, принять их за текстуру, типа, и скажет. Нет, нельзя строить на этом острове плавучем ракет. Нужно плыть дальше. Ну слушайте, здесь очень много акул. Здесь очень глубоко. Не вижу никаких проблем. Ну что, давайте ставить. Я не против. Слушайте, ну что-то мне подсказывает, что и здесь будет то же самое. Ребят, ну если будет то же самое, значит разработчики просто над нами поздевались. И нам нужно будет дожидаться эту самую ракету. Ну, вы видите, глубина действительно очень-очень огромная. Такс. И что происходит? Использовать сборщик транспорта. А ничего, ребят, не происходит. Нет у нас никакой ракеты. Сожрал изготовитель долбанные ресурсы. И на этом все заканчивается. Ну, во всяком случае, ребят, мы с вами попытались. Поставим здесь, наверное, пока точку. Даже не точку, наверное, а троеточку. Потому что 23-го числа игрушка выходит в релиз. Я думаю, будет все очень интересно. Все очень классно. Посмотрим, что за обнова. Посмотрим, что за ракета. Начнем, наверное, с этого. Очень хотелось бы, чтобы это обновление легло на вот этот сейв, который у меня здесь останется, собственно говоря. Ну и если не останется, то мы вроде бы как с вами уже, да, так типа чуть-чуть договорились. Что начнем с вами все с самого начала. Наверное, и стримами, и сериями. В общем, что-то будем с вами делать. И ждать, когда разработчики, возможно, нас порадуют какими-нибудь еще видоизменениями игрушки, обновлениями. Может быть, все-таки когда-нибудь появится какой-нибудь коопчик. Может быть, появятся какие-нибудь DLC. Но, ребят, до этого нужно дожить. Дожить нужно хотя бы сначала до выхода игры в релиз. На этом мы, ребят, заканчиваем. Я очень надеюсь, что вам все понравилось. Если так, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Кот. Всем пока, друзья. Всем до новых встреч и до новых видео. Скоро обязательно увидимся.